Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность – арабизированные Армении. Уроженцы Западной Армении – Кирк Теркуря. Топонимы Арцаха – Дахрав. Западная Армения – город Дара. Стройка зданий посягает на историко-культурные ценности. Большинство деревень Ахалкалаки будет освящено. Андраник Авраамян занял первое место на чемпионате тяжелой атлетики в Оверн Дрона Альпы. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Тема иноверных и скрытых армян раскрывает малоизвестные и в то же время интересные детали. Вообще известно, что во время осуществленного против армян геноцида некоторые армяне приняли ислам, чтобы спасти от резни и ссылки. И в настоящее время в Западной Армении есть курды, туркизированные армяне, часть которых только выдает себя за них. Тема скрытых и исламизированных армян почти не освещалась. Многим неизвестна та реальность, что в Западной Армении также проживают тысячи армейзированных армян. Очевидно, что различные звенья турецкого правительства, аналитические исследовательские центры заняты исследованием новых данных о скрытых исламизированных армянах. В журнале Аксион опубликованы данные о месте проживания и численности криптоармян, проживающих в настоящее время в Западной Армении. Также отмечается, представители какой нации или религиозные общины они официально считаются. Согласно информации турецкого журнала, данные постоянно меняются, поскольку работы продолжаются по сей день. Уроженцы Западной Армении Кир Киркорян Будучи родом из Харберта, Кир Киркорян был в чужих пустынях на другом конце мира, где и построил свою империю. Завладел казино, киностудиями, авиалиниями. Он покорил наши сердца и возвал к совести. Для него не было ничего невозможного. Киркоряну принадлежала американская пустыня. Состояние известного американского предпринимателя армянского происхождения Кирка Киркоряна оценивало 4,4 миллиарда долларов. По данным американского издания Forbes, в 2014 году Киркорян был 353-м самым богатым человеком в мире. О Киркоряне часто пишут «человек, который создал сам себя, орел Росфегаса». Полная статья доступна на нашем сайте. Дахрав – село в Аскеранском районе Арцаха. Площадь составляет 2044 гектара. Жители Дахрава занимаются скотоводством, земледелием и деревообработкой. Имеет среднюю школу, медпункт, церковь Сурпованесса XIX века, хачкар XIII века, часовню XI века, руины древних церквей XI и XIII века. Памятник – родник Рафи. В 1989 году в селе был сформирован добровольческий отряд, командующий Славей Карушанян, на базе которого был создан взвод, затем рота, командующий которой был Хачатрян. В 1992 году отряд участвовал в самобороне сел Аскеранского района, освободительных боях Шуши, Бердзора, Карбачара, Акан, других районов Мартакерта. Группа воинов-освободителей села награждена орденом республики Арцах-боевой крест Мартакан-Хач второй степени. По утверждению Министерства окружающей среды и градостроительства турецкого правительства, в оккупированной Западной Армении под названием «Центр приема» было построено бетонное здание в древнем городе Дара, расположено в провинции Артуклу, уезда Мардин и датируется 500 годом до н.э. Для строительства здания Министерство провело конкурс под названием «Центр приема посетителей руин города Мардин-Дара». Бетонное сооружение, построенное на территории, объявленное исторической и охраняемой, вызывало негативную реакцию у посетителей. На указанной территории и в исторических гробницах, высеченных в скале, помимо бетонной конструкции, вместо озеленения используется брусчатка. Реагируя на стиль работы, применяемой в исторической области, Мардинское отделение Палаты архитекторов опубликовало письменное заявление «Исторический город оставлен на произвол судьбы». В городе, объявленном охраняемым археологическим памятником первой степени, строение, несовместимое с историей культуры, противоречит научно разработанным правилам археологических памятников, а также оскверняет историю города. Ситуации серьезно обеспокоены жители и посетители ближайших населенных пунктов древнего города. Правительство и национальное собрание Западной Армении осуществляют мониторинг касательно зданий и природных ценностей, представляющих историко-культурную ценность государств Западной Армении. Изучение вопроса также будет включено в повестку дня, зафиксируя существующие нарушения и жалобы проживающих там коренных жителей, составив доклад об этом, обратятся в соответствующие органы. Сакребулу Ахалакалакского муниципалитета утвердил работы, которые будут проводиться в рамках программы «Помощь селу». Сельчане выбрали 83 приоритетных работ, большинство сел выбрали проведение уличного освещения. В селе Азаверт восстановит трубовод питьевой воды, осветит улицы. Село Годалар выбрало восстановление ирригационной системы, выравнивая сельских дорог. Деревня Корх заменит 100 метров водопровода и построит детскую площадку. Село Гогашен выбрало освещение улиц и оросительные оборудования. По словам начальника службы инфраструктуры, архитектуры и строительства муниципалитета Ахалкалаки Арамов-Сисяна, 60% работ приходится на освещение улиц. 26 марта Андроника Абрамян принял участие в первенстве по тяжелой атлетике Овен Рона Альпы во французском городе Вольс-Ан-Веллен. Во взрослой весовой категории 67 кг от команды Стат Клер Монтуаз занял первое место с результатом 110 кг в рывке и 130 кг в толчке. Общий вес 240 кг позволит ему принять участие в чемпионате профессионала Франции, который состоится 27 мая в Ольс-Ан-Веллене. Правительство Западной Армении поздравляет молодого спортсмена и желает новых побед. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Иформирует о политических и общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданам, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность сдать гражданинам Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерна Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok